В Италии в преддверии канонизации сразу двух понтификов, намеченной на воскресенье, произошла трагедия. В городе Сево на группу студентов упала статуя Папы Иоанна Павла II. Один человек погиб. Несмотря на это, Ватикане вовсю готовится к торжественному событию. Там строят трибуны, чистят площадь Святого Петра. Ожидается, что в Италию на церемонии прибудут около пяти миллионов туристов и паломников из разных уголков мира. Дмитрий Хухлаев продолжит тему. Группа студентов приехала в альпийский городок Сево на севере Италии, чтобы преклонить колени перед статуей Папе Римскому Иоанну Павлу II, который в это воскресенье будет причислен к лику святых в ходе торжественной церемонии в Ватикане. И вдруг произошло немыслимое и необъяснимое. Каменная статуя закачалась, и 30-метровый деревянный крест, служивший постаментом, рухнул на людей. По словам мэра города, юноши бросились в рассыпную, услышав треск дерева. Однако 21-летний Марко Гусмини побежал в неправильную сторону. Он был доставлен на вертолете в больницу, где врачи констатировали, что полученные им травмы несовместимы с жизнью. В Ватикане новость о трагедии в Сево распространилась быстро, но также быстро отошла на второй план. Слишком масштабно и значительно событие, которое состоится 27 апреля. К лику святых будут причислены сразу два бывших понтифика – Иоанн Павел II и Иоанн XXIII. Канонизация сразу двух пап в один день произойдет впервые за всю историю Римско-католической церкви. Я абсолютно счастлив, потому что оба этих понтифика, каждый по-своему, оставили яркий след в истории нашей церкви. Иоанн XXIII был очень скромным человеком, никто бы не подумал, что он мог стать папой. Но, будучи выбранным кардиналами, он ежедневно боролся за чистоту церкви и ее служителей. Что касается Иоанна Павла II, то никто, ни до, ни после него не объехал столько стран. Он сделал своей паствой всю планету. Я сам из Нигерии и был ребенком, когда он первый раз приезжал в нашу страну в 1982 году. Но я помню это, как сейчас. Блаженный Иоанн XXIII в миру Анджела Джузеппе Ранкали взошел на святой престол в 1958 году и немало сделал для мирного сосуществования государств с различными социальными и политическими системами. За Иоанном XXIII, которого называли «хорошим папой», не числится двух чудес, необходимых для причисления к лику святых. Но Совет Ватикана утвердил его канонизацию за огромный вклад в реформирование церкви. Иоанна Павла II называли папой из-за железного занавеса. 16 октября 1978 года Ватикан открыл новую страницу в своей истории, избрав понтификом поляка Кароля Юзефа Войтылу, первого папу-неитальянца, который возглавлял католическую церковь на протяжении 27 лет. В Ватикане и Риме к воскресенью ожидают приезда более 5 миллионов туристов и паломников со всего мира. Главный римский аэропорт Фьюмичино работает на пределе возможностей. И прежде всего его служба безопасности в Ватикане не исключает, что какие-либо экстремисты могут попытаться сорвать праздник. Ведь непосредственно на площади Святого Петра в этот день соберется более миллиона людей. Сам Иоанн Павел II в 1981 году лишь чудом избежал гибели. На площади Святого Петра в него трижды выстрелил турецкий фанатик Али Ахджан. Понтифик выжил и публично простил покушавшегося, после чего его популярность в мире взлетела на недосягаемую высоту. За свою жизнь Папа Иоанн Павел II причислил к лику блаженных и святых больше людей, чем любой из его предшественников, начиная с 16 века. Мы все в Германии очень рады. Иоанн Павел II еще при жизни был святым. В 1999 он причислил к лику блаженных нашу Анну Шейфер. И теперь мы здесь, чтобы вернуть ему этот святой долг. Ныне главным магнитом в Ватикане для испаноговорящих католиков является нынешний понтифик Папа Франциск, который родом из Аргентины. Вместе с ним на торжествах будет присутствовать и его предшественник Бенедикт XVI, добровольно покинувший престол. Церемония возведения на алтарь святых Пап Римских Иоанна Павла II и Иоанна XXIII будет транслироваться 27 апреля в прямом телеэфире и в кинотеатрах в формате 3D более чем в 150 странах мира. Дмитрий Хухлаев, телекомпания Арт-ТВАЙ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова